Если вы собственник жилья в Мариуполе и думаете, как его продать, то это видео для вас. Может быть, вот этот дом, кстати, где написано «продаю» — это лично ваш дом. Может быть, у вас есть квартира, которую вы хотите здесь продать. Это видео обязательно досмотрите до конца, потому что я сейчас пойду прямо отсюда, в офис профессиональных юристов местных, и спрошу у них, как продать недвижимость в Мариуполе. Мне совершенно не интересуют причины, почему вы хотите продать свою недвижимость. Это ваше личное дело. Но этим видео я постараюсь вам помочь, особенно если вы уехали далеко и не знаете местных законов уже, и думаете, как же продать на свою недвижимость. Снова Донецкий юридический центр. Значит, мы уже обсуждали разные вопросы. И, кстати, я думаю, что после этих видео еще люди напишут новые вопросы. Так что я думаю, мы не в последний раз. Это будут новые какие-то темы. Если мы в прошлый раз говорили о том, как кому-то, например, приобрести недвижимость, то сейчас я представляю этих людей, которые, например, хотят продать ее. По самым разным причинам. То есть у них нужда в деньгах. Какие варианты? Первое, что необходимо сделать, это в любом случае провести перерегистрацию своего объекта недвижимого имущества. То есть квартира это или дом. Человек оформляет доверенность в консульстве Российской Федерации, перенаправляет сюда вместе с заверенной копией своего паспорта, ну и документы в оригинале на то же самое, если они не на месте в городе Мариуполе. И по порядку сначала делают подсадовку на кадастровый учет объекта, потом регистрацию права собственности, получают выписку новенькую и выбирают для себя принцип. То ли они сделку будут проводить через Роскадастр, либо сделку проводить через нотариуса. Опять нам надо вспоминать, что у нас беспрепятственная сделка по отчуждению объекта, доступна кому? Гражданином Российской Федерации. То есть доверенность это один момент, а все равно он у нас документирован паспортом кого? Иностранного гражданина. То есть на сделку да, будет выходить представитель с российским паспортом, но он же как собственник является иностранным гражданом. Собственник этого жилья? Да, собственник жилья, и он иностранный гражданин. Вот здесь начинается самая вот такая большая в принципе сложность. То есть ему все равно необходимо получить паспорт. У нас как отчуждение объектов, так и приобретение объекта недвижимого имущества доступно как? То есть если я, мариуполец, уехал полтора года назад, например, неважно куда, если я хочу продать свой дом или квартиру, то без паспорта Российской Федерации шансов ноль. У нас доступны некоторые варианты, если мы конкретно говорим о закупле-продаже. У нас есть в качестве альтернативы, опять-таки, это договор дарения между близкими родственниками. То есть здесь свободно сделки отпускаются по первой линии родства. То есть, к примеру, человек уехал, но я знаю, что у меня здесь есть мама. Значит, я по договору дарения маме дарю этот объект. Мама получает с паспортом гражданина Российской Федерации. Да, у нее есть паспорт. Она отчуждает этот объект. И она продаст его потом. И она его продаст уже третьим лицам. Мама, супруг, супруга. Мама, супруг, супруга. Мама, супруг, супруга. Мама, супруг, супруга, дети. То есть, родители. То есть, если у меня здесь остался... Если я сын, а у меня здесь отец, я могу ему. И наоборот. Да, да. Хорошо. Вот этот самый такой блин, ну, первый вариант, который проще всего, в принципе. А как оформить эту дарственную, если я нахожусь далеко, по доверенности, все то же самое? Да, все то же самое, просто немножко через, грубо говоря, одно лицо посредника. То есть, я также оформляю доверенность на россиянина, он в Белоруссии или в Казахстане? Нет, тут можно каким вариантом. Я практически вещи говорю. Да, если у нас человек находится в Киеве, то это тогда такой вариант. Если у нас физическое лицо, собственник находится, к примеру, где? Ну, берем Германию. Германию. Это через консульство, а по обычной простой процедуре. С территории Украины, поскольку там приходится через третьих лиц здесь. Я поэтому и говорю, несмотря на то, что многие могут подумать, а что я заботюсь, а какая лица... Для меня мариупольцы. Они, кто-то уехал в Украину, кто-то в Германию, кто-то во Владивосток или там в Курск, неважно. Да, да, да. Как, как, они все мариупольцы, да, и поэтому вот такой вопрос. Понятно, то есть, если мама нету, детей нету, жены, мужа нету, тогда... Тогда, да. У нас есть сделки, которые проводятся тоже потом в студебном порядке. Понятно. И да, признаются действительными. Но это сложный путь. Альтернатива, это путь сложный и еще непонятно, при таком массовом характере, как на это отреагируется. Ну да, да, лучше туда идти. А чтобы паспорт, в любом случае, это надо физическое присутствие. Да, это физическое присутствие, ну или получение вида нажития. Ну опять, ну это в любом случае, все равно я в пассивном. А вот, может быть, есть юридическое лицо, да, которое тоже будет что-то приобретать и что-то продавать. А есть вариант, а кому-то еще я могу подарить? Нет, пока подарить больше никому не может. Не могу? Нет. Это самый простой способ, потому что все остальное будет сопряжено с большими рисками. Вот, мы пока проговариваем те ситуации, которые, скажем так, беспрепятственно доступны с минимальной вот таким порядком пошаговым. И вот то, что мы вроде в шутку, но все равно обсуждали. Жениться, если здесь есть, ну, то есть, по идее, я могу оформить брак и подарить, и подарить, и подарить новой супруге вот этот дом, который у меня хороший, и он стоит миллионов пятнадцать, да, там, я хочу его продать. Я не могу не приехать, родственников нету, но есть мариупольчанка, например, с... Которая приедет туда ко мне, зарегистрирует брак и, в принципе... Сейчас, например, у нее есть украинский паспорт, да, и российский. Да. То есть, я сейчас говорю, очень практические вещи. Ну, это так и есть. Никто не подумает, что какую-то чушь мы несем. Я ее знаю, там, может быть, даже какие-то чувства есть, но даже если нету, она говорит, я тебе помогу. Ну, да. Сколько стоит? 15 миллионов? Ну, за 10 процентов. Ну, я шучу, ну, а что? А так люди делают. Так, ну, это понятно. Потому что я, к примеру, хочу жить в другой стране, да, или в другую. Вот, она мне говорит, я тебе помогу. Значит, она по украинскому паспорту приезжает, как женщина, тем более, легко, туда-сюда, например, чтобы далеко не ехать во Львов. Они регистрируют брак. Мы быстренько регистрируем там брак. Она уезжает. Да, понимает здесь. Это, в принципе, все. То есть, я делаю на нее... В территории Украины у нас что, любые документы, которые заходят после 24 февраля, там, например, даже с 19-го, они не действительны. Не действительны. В том числе и брак, то есть, в судебном порядке устанавливают государственную регистрацию брака. Здесь? Да. Если саксы будут принимать, без проблем, конечно, но пока, я думаю... Подожди, а если брак зарегистрировали там, то здесь надо его как-то переоформлять? Да, его фактически нужно немножко узаконить по документам. Но без мужа это можно сделать. Без мужа, пожалуйста. Все, вот это важно. Вот такие практические шаги. И все. И я уже на нее делаю дарственную. Да. Также через нотариуса, вот таким долгим путем, да, через Минск. Доверенность. Доверенность. И она... И дарственную. Но это она разберется и скажет. Ну, тогда нужно будет еще какое-то лицо включить. В доверенность? Да, потому что сам себе одаряемый даритель не может быть в одном лице. То есть, она по доверенности сама себе подарить уже не может. Как и человек, который по доверенности сам себе не может. То есть, тогда мне там доверили... Мы привлекаем еще Петю или Петю. На двух лиц. На нее и еще на кого-то. Конечно. Слушай, мы такие схемы раскрываем. Ну, точно никто не догадается такого. Вот. Ну, поэтому мы... И потом на нее я оформляю этот 15-миллионный дом. Да, за 10 процентов. Естественно. Она говорит, сейчас я его выставляю. Кто-то его подешевле купит за 14. Короче, она сливает мой дом. Я ей 10 процентов. А потом она мне как-то передает деньги. Через там, ну, какие-то переводы. Ну, это все. Это единственное. Если я не хочу возвращаться. Или не могу. А если я в Европе, то, в принципе, я могу вернуть... Приехать сюда. Ну, потратить какие-то дела. Для любого Мариупольца, который в Европе, он приходит, оформляет российский паспорт. Да. И быстренько продает этот дом. Конечно. Все. Квартира то же самое. Квартира то же самое. С квартирами попроще. Всегда дом тянет земля. Почему? Потому что там, опять-таки, это выписка разрешенного использования. Это межжевой план. Все это. И плюс дополнительные документы. Сейчас будет сложности немножко с получением этих выписок. Хороший момент. То, что их отпустили. Но пока точечно не обработают все дома, которые будут подлежать под восстановление, либо под получение мер социальной поддержки гражданам. За эти категории пока не возьмутся. Где-то месяца через месяц-два. До трех. Все. Я понял. В общем, какие-то детали еще по продаже. Ну и нету таких, да, таких сильно подводных. Таких каких-то подводных камней нету. Все, в принципе, предельно просто. Но очередя, конечно... Когда мы говорили про покупку, мы говорили о том, что в плане, куда обращаться человеку, например, вот россиянину, который хочет купить дом тот же. И этот тут Мариупольц хочет продать, а кто-то там с Курска хочет купить. Вот что ему лучше? К юристу, потом к нотариусу. Вот человек, который хочет продать, так же. Куда ему лучше идти? Если он сам не соображает и тем более побаивается и не знает, как лучше все сделать. Ну, опять-таки, это немножко разные стороны. То есть, для покупателя, да, должна быть чистота, легальность, прозрачность этой сделки. Ну и максимально все обновленные, обновленный пакет документов. Для продавца здесь немножко попроще. Ему необходима просто правильная дорожная карта. То есть, у меня вот есть дом, земля. Мне, пожалуйста, расскажите алгоритм моих действий. Первое, второе, третье, четвертое. Все, с этой стороны здесь гораздо попроще. Первое, ему необходимо, что сделать? Взять пакет документов, прийти в Роскадастер, поставить объект на кадастровый учет, перерегистрировать право собственности, получить все выписки. Все, человек готов к продаже. Понятно. Опять-таки, нужно помнить, что если у нас долевая собственность, то все совладельцы должны быть, да. Через Роскадастер нельзя же, мы помним, провести отчуждение доли. Там только единичку продаем. Если у нас имущество приобретено в браке, то обязательно нотариальное согласие супруга либо супруги. Если это несовершеннолетние дети, которые также совладельцам, это разрешение органа опеки и попечительства. В принципе, я же говорю, всегда уязвимая сторона – это покупатель. Всегда мы должны ориентироваться больше, потому что у продавца его, понятно, интерес – это получить денежные средства. В принципе, обновить пакет документов, никаких рисков он не несет. Купая, приобретая имущество, нужно просмотреть все возможные варианты, то есть нет ли каких-то производств судебных подделов, ну и так далее, и тому подобное. Есть ли согласие супруга, да, в браке ли оно было приобретено, или есть ли там несовершеннолетние дети, зарегистрированные, в том числе, которых необходимо будет выписать. Вот, всегда более вот действовать необходимо покупателю внимательно и обращаясь там, опять-таки, за консультацией и за правым анализом. Продавцу попросим? Ну, просто в данном случае, если продавец… Продавцу все, он обновил пакет документов, они определились с покупателем, две стороны собрались и сказали, как мы будем оплачивать сделку. Если, к примеру, покупатель говорит, ну, как-то так 50 на 50, или вы все сами, или я там, да, почему? Потому что разница большая между Роскадастром стоимость 2000, между нотариусом все-таки минимально это 17 900 по тарифу. Ну, я сейчас, почему про практические вещи, потому что я все равно представляю эту огромную массу людей, которые уехали. Ну, конечно. И, кроме вот таких технических аспектов, как мы говорили, есть стереотип, есть страх, есть вот такой пессимизм, что все пропало, ничего не получится. Нет, ничего бояться не нужно. Почему? Потому что мы уже в правовой плоскости, я же говорю, процентов на 60, мы уже, в принципе, как иные города Российской Федерации. Документы все одинаковые. Все документы, которые переоформлены, они признаются везде полностью Российской Федерации. Все нормально, все официально, все легально и законно. Единственное, как и любая сделка, там, где нужно проверять документы, да, ну и вообще, как бы, это остается неизменным. Понятно. И вот, хорошо, в общем, в принципе, вопрос понятен.